если он давит начинается не с торопись не опережай событий там губу разорвешь смотри короче начинает поддавливать останавливаешь просто не мотаешь понял когда начинает сильно качать а так вот вот с такой скоростью идешь вам просто вину не давать а сильно не это просто туда подымая строение поднялось а там у нас двушечка без камеры тоже на белый лобблеров вот сегодня рыбалки не будет вообще наверно да вот завтра с утра тоже кстати может но мы почти выползли себе не может вот в в в в в в в в Продолжение следует... 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 Тырин-тын-тын, 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 а вот и базар! Привет, дружище! Здорово! Это Джесси грязные, так. Мокрые и грязные, как всегда. Здравствуйте! Вас можно поснимать, а то вдруг тут... Здравствуйте! Так-так-так-так-так-так-так-так-так-так. А что-то у них в полном составе? Ну, один еще... А у нас еще рыбу, чтобы усердно рыбать. Я, смотри, такую же взял, да? Да. Ну что, не жаркую? А ты, на счетку меня взял, да? Наверное. Шикарная. Шикарная. И год назад еще взял. Да? Да. Ах, ты жулик! Слушай, вентиляция офигенная, да? Мне очень сильно понравилось то, что вентиляция вообще бомбовская. Ну, единственное, жарковато как-то. Жарковато вообще? Нормально, потому что на солнце. А так, вентиляция классная. Прием, кто-нибудь есть на связи? Ой, вот-вот Дмитрий, кстати, из Москвы, который поразил. Где? На базе мы. Ну, я плыву. Не приехал Илюха? Нет, еще пока нету. Ладно, все, давай, я буду минут через десять. А, хорошо, давай. Обманули. Солину налить в кастрюлю воды, литра три и поставить разогреваться. Это для тебя готовят. Для чего? Болонезе. Что вы делаете? Макароны по-плодски? Так, ладно. Начинаем разгружаться помаленько. Скоро темнеет. Все, парни. Мы на Ахтубе. Июль. Десятое число. Вот, слепанули. Сейчас мы поедем еще в город за продуктами и за бензином, и за всяким остальным барахлом. Нам нужно еще стулья привезти и много чего другого полезного для лагеря. ветер него. Вырисован в았는데 фондер. Затем и отец отключился tick, что стоит. Дальше. не торопись не тратить давит не давит не давит не крути москитолом не помогает хочу сейчас одолевают не вообще попозже это в июне в мае везда ни одна поклевка есть ее что вообще не знаю не в апреле не в июне особо него но судака много возможно судак под выдавил они же конкурируют но выдавливаю до суда вообще щука не живет то есть если щупу начали душить все судака там нету ну он макар будет но если один хвост щуки то это нормально там как бы ну залетная такая проходящие а если все щука 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 все я бегу оттуда но если щука не нужно конечно котлет там ну котлет конечно щука судачка нас еще леща добавить ну вот возможный выход сколько там пишет четыре часа две поклевки до течения там москве конечно тут запутаюсь что вообще с ума сойду домой приеду чего вы на джек на масло ловили в этом году в июне морковь работала масло и вот белый страстом просто белый я понял тебя и на этот самый троллинг вот этот белый ходок все в таких до цвета белых ну мы нашли да как бы белого чему любим по судаку то и когда вот в оберт вот этот появился очень если он был бы еще 150 час мы привезли у 150 вместе с козырным вот-вот-вот прям медленная проводочка у меня не медленной проводки и заработает красивую погода ломается вот я не верю в то что в то что допустим вот сюда как не клюет вот такого просто надо подобрать ключ желтый тоже у вас вот можно попробовать рано что несколько несколько я вам право не люблю на мандал еще пытаюсь на учет у меня все равно лучше силикон я пока хотя многие говорят у меня знакомая с нижнего только на поролон да я бы сказал что больше но не просто любит его и считают наверно что они ловят больше хотя результату я бы не сказал мне нравится когда порядок приманка играет и парит я люблю приманки с большим пятаком а в свое время купил левши себе поролонную прямо приманки они длинные такие заразы они ну как бы на не поклевок очень много но судак бьет зараза хвост и за хвост дергает я уж счетом только не пытался сделать масса поклевок но зараза все засечь нереально у меня где-то здесь вот кстати должна ли это левша лежать интересно он делает молодец мастер а в кимры ездила когда мы там есть там пару коротких фильмов там человек тоже егерь он короче сам режет он длинный как черви такие тонкие на поклевок тоже масса но постоянно тоже не этих с хвостами откусывает хвост и все но поклевок вообще колоссально заряжена в карелии я хочу съездить не знаю как получится да ну что то что сюда да получается так километр ну это надо знающего человека до 8 да вот тоже кого-то искать там опять же можешь поначалу платить мы в кимры поехали тоже там и так платили моему нам . показывал там ну какую-то особенность местно просто тебе как троллингиста туда надо попасть и не только троллингист игровочек и половить чем у меня троллингисты записались и потому что видео на видео с роликом много потому что я все время гоняется трофеем а большую массу трофея любой скажу что да именно троллинг я же ушел от маленьких приманок и ловлю часы гранатом 120 минимально если совсем конечно кислое могу поставить это все равно отмата приехали в августе в том году мы уперлись рогом ходили 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 прям где и 150 и 125 фигу убрал но все равно мы привозили грубо там мало но приводили трофей а люди ловили много но мелочь мне лучше 3-4 хвоста ну там грубо двушки трешки 4 килограмм а вот эти всякие маленькие хочется конечно иногда душу оторвать мне даже больше жалко травмировать ловишь там еще время на это раньше отцепить особенно если щука за разойдет как она не угомонится же по кассету у пачки не разнесет на этих выставках не дешевле закупаться не но если связи есть то дешевле за ну знакомых с кем-то дружишь начинаешь там завязывать там просто как обычно знакомство заводит ну как-то не знаю да там уже как будет общаешься по закупке можно взять там и со скидкой какой-то вот это выставка была неплохая много кого там было кого не было в том году и позапрошен поляки были драган бальзер хорошо это крупный размер не очень-очень но приманка отработали круто я так уже тут с базаром расслабился обычно в одно лицо не сделал я возьму это нехороший ну кое-что да и так большой напрямую парит германа не снова тяжело бросать на палку конечно 270 я тоже взял 240 попробую этот мой любимый конечно 270 размерчик попал кунт крупный размер в работу мимо или мимо не пойму вот прям да вот изменили размер и так парит играет большая резина чем мне еще нравится и всегда можно сделать маленькой а пятак то же время останется большим вот почему мульт нужен потому что лишь не удобно тематой наверх не идет до душечка нам должно просто подводила сюда но это меня душечки нету там вода в виде 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 неудачки но это вот 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 здесь часто сам и влетают яма не выходит что кормиться там еще приемах есть здесь мы на 50 его брали на 30 килограмм с сыном когда с братом сыном ну сын там сидел и езжал объезжал от счастья да чуть повыше красноголовки как работают с красной башкой как вяч ой нормально у тарашка ты есть хороший взгляд давай 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 схода с ними снимая снимая сама сама передала все репортаж отдав мне не крупный к сожалению но повыше скин а сыночек воблер это по сути должен его оживить заставить его работы что-нибудь дату чтобы рыба спровоцировалась как любая даже блесна вертушка то есть он спрашивает какой скорость ты ходишь сразу потому что сейчас еду я просто более меньшую скорость потому что спринтинг если я прибавлюсь с огнем силу а так можно больше прибавить до трех до трех с лишним километров сейчас вот просто я и горочек вот не стоят два пища вот поэтому скоростью мы играем дальностью отпуска подальше отпустим если глубина позволяет в обер начинает плавна физика дату запресса ближе он начинает более интенсивный вот этим регулируем рыбы много причем похоже это судак стоит перестает работать то есть минимальный минимальное на течение не на какой он все равно будет шевелиться настоящей воде у меня особо опыта нету без течения ребята добит на рыбинках других водоемов я там лично я там на бурка вот прислушиваться обучаться какой-то опыт у меня есть но именно по тем водоем уже надо стоять да да там меня достаток вот два лишний потек здесь я уже палатки его знаю какие-то джону другое место приедешь допустим там в карелию да там там нужно какой-то человек который да конечно и тоже интересно я начал здесь ловить наверно нормально вот нормально просто будут именно уже так много скажем так более профессионально наверное лет на 12 назад а до этого все это бы изучал места палатки и холодного изучал галочки-то галочки потом стал понимать до чего до этого практика потому что не ни один производитель толком не описывает нигде характер как какая рыба как выглядит все опытом не чести не чести просто короче сделала так раз как очереда и обратно тогда даже может подождать ему сейчас раз отдавай и подожди я оставляю место для подсечки далеко не уводили на касается да на дне чем уверен нет идет эта игра а вот когда он как объяснить мои вот он работа 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 там бас таки подтяжки идут или назад он отдает или вот видишь он пац да 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 вот раз и раз капнул потом копает а очень тяжело понять когда он шлифует когда вот объясняю очень тяжело для этого нужна жесткая палка когда ты начинаешь понимать это все равно немножко мягковато на самом деле мягкая палка она сглаживает все глотает проглатывать скажем тогда и ты им поэтому мало что понимаешь нужен ковушек ковушек допустим сразу теперь дает он не сгинается и он передает вот именно глаза закрываешь начинаешь понимать знаешь такие вещи потом я согнулась да и по сути тяжело очень понять и смотреться по руке почувствовать даже не знаю там сама лучше играет когда он шлифует когда он не копает а именно прям вот идет прямо на цыпочках да правильно лучше немножко сюда но доводить до того места чтобы я был момент как будут потечки а вот она пакет но не на дне вот парень короче лишь он там его не чувствуешь по руке а он играет 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 спинник раз назад отходит играет играет раз назад отходит но лишний видишь вот я люблю такую проводку счет совсем маленький бирж маленький малявка давайте сейчас к яме спустимся если не будет ничего вот думают больше не бывает таких не бери держ бывает такой огурцы такие толстые хорошие истребили его практически весело забирают ну чуть мешки ложки на воде-то на мелочь но это вообще-то не хо хо ой блин так засранится кажутся травма да не нормально жить мелочи говорят что вы мне травму не сделала грузимся отсюда сейчас у нас еще 70 давай отсюда попробуем поехали здесь вот хищник может быть точно это просто интересно вообще место хорошие прям вот слушай пички не пички это понятно когда он будет хотя у сварил ты тут пички не знаю это передает должен быть раз такой своеобразный короче отличаться будет он реально тык 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 а потом короче понимаешь именно поклёвку чувство весь крупный судак такой хороший судак он пили слабину даст будет чем допустим а что провис слабина вот когда слабина стараясь туда и выбрать сразу подсекать тоже он короче получается что у тебя боблер идет он сзади на него придавливает и прожимает вперед и у тебя провис вес не образуется знаешь какая мощность должна быть так чтобы продавить этот крупная обычно крупные особи судака или пички прям такие легенькие и вот начинаешь сечь на них начинаешь ловить могу завтра возьму свой спиннинг я вам просто вместе сядем я вам покажу сидит у тебя что-то сошел ну не крупу не очень ну вроде жку княк ты здесь лег на воду не лежит на 5 милаш судак напиток офигеть что такое сумасшедшего капец вообще не надо во первых из 37 нету вторых нужно себя так ладно давайте попробуем еще раз но поглубже попробую тогда может быть два с агрессором не согнется на тебя сильно когда он давит дожидаешься того момента когда он перестает давить да и во первых на силу шкатушку во вторых как бы выдираешь из него воблер он видимо отбивался от него или что-то делал это это называется в или хорошо подсёк если он давит начинается не сторопись не опережайся быть этом губу разорвешь смотри короче начинает поддавливать останавливаешь просто не мотаешь понял когда начинает сильно качать а так вот-вот с такой скоростью идешь гонку сувину не давали лёха взял лёха взял красавчика красавчика вот видишь за что эти видеонарезки солидные да короче там вот они тычки такими маленькими маленькими да что ж ты что выглянули да держи все что не болит лобок вот это трофей у меня опять нет это приятно потому что сейчас я не смогу лобок лобок ведет сюда поэтому браздитель я нарушу ух ты вверх просто вытягиваю вот и вверх давайте вверх 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 спасибо ребята это мой трофей вообще вот я прозевал один удар мы с тобой разговаривали понял и я уже потом как бы сижу на таком стреме и тут сразу еще один удар не знаю может быть это он догнал вряд ли стайк стоит сейчас я вернусь ли гриб сейчас что там так ребят сегодня с фоточки с вас сбросьте там подойдете там или я вам подойду то что выберем там несколько штук давай сейчас его сполоснул давай телефон доставай есть да так а не пока не пока нет наверное не какие даже она 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 На, смотри, чешу я. Даже не чешу я, у него что-то мягкая ткань какая-то. Сюда. Слушай, я ничего не понимаю, запробуй покрути его на ножку. Я же тебе говорю, ну… Не-не-не, без давления. Ну вот, я тебе говорю, вот эта штука-то не просто так вывалилась? Нет, она-то из ручки вывалилась, это не ездит. Да, у него шкуля тяжело ходит. Видишь? Ну, это скорее всего из-за этой штуки, которая вывалилась. Ну, она там при чем? Не знаю, катушка. Я вам говорю, на троллинг вот эти катушки безнерационные, они очень моментально умирают. То, что вылетело, это вылетело направляющие от ручки. Я видел, что вылетело. Она просто, блядь, там не знаю, для чего она направляет. Ну, лишних деталей не бывает. Направляет шток. А у него сейчас, а у него сейчас этот самый, сам этот… Я понимаю, видишь, как крутится. Как будто стоит на… Нет, это ручки делает. Ну, там, конечно, механизм, который… Да не, все, все, точно ручки. Сама крутится нормально. Потом она просто… Вот это, ну, шпуль крутится нормально. Здесь проблема. Вот видишь, я ее ослабил, она теперь крутится, стало нормально. Потому что штука, она что-то… Да, 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 да. Что-то она будет. Ну, это катушка же все. Что? Ну, ты не вытащишь ничего. Почему? Ну, что-то это с боем. Давай я бандита оставлю. Свою. Давайте бандосами походим. Умрут они у вас. Все умрут. Зиму, да это эрбан. А черный такой у вас есть? Есть. Агрессор. Есть. он туда кинев на полочку позже запасная лопатка это вот такую штучку я сделал это оружие вот эту штуку на продавливает сатирами в дым до конца вынимает этот самый важно тоже пипец у меня видео есть на прогноз важно тоже пи симметрично а на вас 5 метров и скоро агрессор это скоро герман сделает стремяло поэтому три метра 5 метров и 8 смотри короче не надо прямо в катушке сильно крутить конечно сиренки ушибаешь просто короче да он подсек и нормально плавно кратку лучше если он на тебя идет побыстрее если он начинает давить не надо у него изо рта вынимать просто его вырвешь его изо рта больше все то есть начинает отдавить все не за ты видел то есть как бы я да он раз если поддавливать я даже раз останавливать путем я раз начинаю он хоп-хоп я не мотаю даже на руку не может так помогаю так вот что то интересно мелочь меха а а а а а Субтитры сделал DimaTorzok 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 вроде идет мягко-мягко потом отлично почему идет не переживаю молодец ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот причина еще вылета воблера. То есть за тройник зацепляется за тело. Мы заменили его просто на другой, поэтому вот он так. И все, он зацепился, и его воблер будет вылетать вправо или влево. На самом деле вобер-рабочем. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Точно не багр. И это неплохой. Но двушечка, наверное, точно присутствует. Селень, давай подстрахуй. Да, здесь двушка железная. Возможно, даже... Отлично, треха. Ну, около того где-то в районе. Нихина. Гоуту. Сделал нам сегодня рыбалку. Молодец. Поздравляю, Сергей. Сука. Поздравляю. Спасибо. Давайте свои пять грязных пальцев. О, красавчик. Все, короче. Палки Кайда. Помойка, парни. Так строить нельзя. Да, это полный бред. Что-то, нечто с чем-то. Уже неоднократно палки ломаются. И что это за фигня? Так, чтобы вам сейчас еще раз показать. Вот. Летчуп. Вот тест. И вот. Топ-потечка. Да, подсечка была на маленьком сутки. Никакого удара, ничего здесь нет. Палка не ударена. Мною бережно хранилась для сына. Аккуратненько все, я к этим вещам отношусь. Короче, вот так. Все, сейчас меняем на нормальную палку. И снова будет. Мы тоже, Дим, подъехали там. Это, что там. Такого еще не было. Ты сама собрали, да? Едем пробовать Клоки от Димы Клока. Так, ну что, Игорянш, скажи про палатку-то пару слов людям. Ну что, мне очень нравится. Вчера был сильный дождь, ураган. Не замерзли, дождь не попал. Она не протекает, да? Мне больше всего, знаешь, что нравится? Так, что там отсеки, спальные отсеки. Я как бы кровать там делаю. И ну там можно что-то там еще разместить, там вещи какие-то. Пустишь в гости. А то у меня бардак, я у себя пока про свою. У нас, короче, одинаковые палатки оказались. Причем это ничего, даже не подстава, не реклама. Ну вот приехал, смотрю, моя палатка стоит. Я немножко приберусь тоже с своей вещи. Трусики, трусики попрячу. Ну вот здесь, короче, человек стоит в полный рост. Вообще шикарно. А зачем ты тут, кстати, закрываешь спальню-то? Я ее даже не закрываю. Я, например, знаешь, бывают такие моменты, что оса залетит, она сюда не попадет у нас. У тебя, короче, двойной барьер, да? Ну да, чтобы там она не оказалась внезапно. Большущие прихожие, причем вентиляция везде. Тут, значит, вентиляция. Вот, бас, все. Ку-ку. Вот, базар. Вот, тут окошко, тут окошко, тут окошко. Тут большущие окнище. От прохода и туда, вот она протягивается. И там выход или окнище, как хотите так назовите. То есть, как бы сквозная такая вот система. Вот. Тут на ковре... А кто у тебя на коврике здесь спит? Дима спит там рядом. Я сначала думал овчаркой. Димон, тебе вообще-то реально удобно, нет? Очень. Он тебя не ущемляет тут? Вообще не ущемляет. Короче, ты... Всем доволен. Если бы он еще не храпел, хотя я этого не слышу. Ну вот, короче, да? По сути, два человека может спать, один человек. И еще место свободное. Ну, а если комфортно, то один и один, а посередине еще проход. Вот, как-то так. Вот. Ну, вот. Система креплений. Внизу, значит, она держится вот на таких штучках. Тут, кстати, есть под удлинитель. Систему электричеству продуманную. Что еще показать вам? Это литое дно. Вот это литое дно у палатки. Все идет литое. То есть оно, да? Это как бы, да, получается. И туда она пошла, 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 пошла и до конца. То есть сюда ни змеи, никто не заползет, никто не залетит. И плюс еще, что очень нравится, дублируется еще у спальни, которая пристегивается, тоже. Если вдруг по какой-то причине, ну, к примеру, здесь даже вода, то здесь ее опять же не будет. То есть спальня еще, получается, как второе дно. Очень, 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 очень большая палата. Вполне вменяемые нормальные молнии. Этот козырек, значит, ой, козырек опускается. И на молнии тоже, значит, он фиксируется от дождя. Да, здесь все тоже, значит, сетка везде. И, значит, вот такие от дождя барьерчики. И на молнии тоже все дело закрывается. И вот такая еще тоже выигрит старая палаточка. Другому своему отдал ее. Тоже мне, кстати, она очень понравилась. Потому что у вас там тут все пришли, и я там... Вот они полезем. Короче, а вы что, в отдельных номерах живете? Там у нас класс. Там у нас класс. А, я уже думал, супруга, супруг. Нет, у меня здесь и деток. Да, место для деток, для будущих. А так, да, реально там, в принципе, с показ клад используют. Тоже, кстати, очень классная палата. Такие вот штучки у них. Под всякие мелочевочки. Вот. И здесь уже, кстати, вот можно кухню ставить внутри. Вот холодильничек, кухня. И, в принципе, дождь идет, закрылся и сидишь тоже, как бы здесь. Единственное, пола нету, да, как бы такого, как там литого. Но если, допустим, сделать здесь литой пол, то тогда здесь особо уже не покушать. Потому что, наверное, ну, весь хлам будет падать. И, конечно, свинячество будет страшное. Вот такая вот палатка мне нравится именно, наверное... Еще немного в кармашке, кстати. Да. Пробой не получается. Вот. Так что, вот, если, допустим, кто хочет и кушать, и спать, ну, скажем так, в одном месте, то, наверное, вот эта палатка все-таки, наверное, получше будет. Хотя, в этой палатке, наверное, если аккуратно тоже кушать, можно поставить столик и тоже кушать. Рост женский, метр девяносто. Метр девяносто. Метр девяносто, ну, семьдесят. Ну, так что, вот так вот. А как модель палатки называется? Я ее брал давно еще, в десятом году или в одиннадцатом. Они что, не производятся уже, что ли? Я вот на лон. Я не делаю, бирка, вон она. Я не брал. А, это докатоновская, да? А что это тут, бирка какая-то непонятная? Да, ежем. А потом, что я видел, взял два, 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 три, полка. А это палатка, значит, от компании Крузи Кэмп. Интернет-магазин Кэмпинг Элит продает. Ну, в принципе, наверное, можно и в других каких-то. Но, кстати, Кэмпинг Элит их и производит. То есть, они заказывают под брендом Крузи Кэмп. Такая большая. И у нас еще есть одна маленькая. Она вон там стоит. Сейчас мы вам накатим на нее так. Тоже поближе, потом о ней покажу и расскажу. Она тоже со сквозным, значит, проходом. Тоже, значит, вентиляция шикарная. А там на три человека. На палатке. Музыка. 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 Музыка.